Последние сообщения из Белгорода таковы. Вчера ночью Сергей Помазун, обвиняемый в убийстве шести человек, задержанный дает показания. Ему грозит пожизненный срок. В Белгороде убийцу искали около двух тысяч сотрудников правоохранительных органов. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, который лично руководил операцией по задержанию, дал поручение представить поощрению всех сотрудников полиции, которые отличились в ходе проведения оперативных мероприятий. Сегодня в Белгороде общегородской траур по жертвам стрельбы, которая унесла жизни шести невинных жителей. Парад в день реабилитации кубанского казачества в 21 раз прошел по улицам Краснодара. Чтобы отдать дань памяти предкам, на масштабные мероприятия приехали тысячи казаков со всего края, а также Адыгеи, Карачаева, Черкесии, Абхазии и даже Америки. По традиции парад начался молебном у войскового собора Александра Невского, который совершил глава кубанской митрополии Владыка Исидор. Под звуки военного оркестра по улице Красной до театральной площади прошли маршем 67 парадных расчетов казаков. Казачий парад, посвященный 22-й годовщине со дня принятия закона о реабилитации репрессированных народов и в том числе казачества, начался с божественной литургии в войсковом соборе Александра Невского и благодарственного молебна. Богослужение совершил глава кубанской митрополии митрополит Екатеринодарский и кубанский Исидор в сослужении с преосвященным феогностом, епископом Новороссийским и Геленджикским. Дату принятия закона о реабилитации казачества на Кубани уже несколько лет принято отмечать торжественными мероприятиями, хотя дата эта одновременно и скорбная, поскольку в ней заключена и память о тех временах, когда за ношение казачьей формы и просто за произнесенное «я казак» могли арестовать. Только за годы гражданской войны был уничтожен 1 миллион 250 тысяч казаков. А сколько их погибло после в лагерях и ссылках? Целые станицы стирались с лица земли, а память от них пытались стереть, переименовать. За что же так ополчилась власть безбожная против казаков, свободных людей, либо робов и воинов? Да как раз за это, за их свободолюбие, умение трудиться и давать отпор всякому, кто позарится на результаты труда. А еще за горячую любовь к Отечеству и крепкую веру. Владыка в своем слове к братьям-казакам отметил, что как вместе с опустением казачьих станиц воцарилась мерзость опустения в православных храмах, так и возрождение казачества и православия в России также идут рука об руку. Сегодня в Кубанском казачьем войске 11 отделов. Представители каждого отдела приняли участие в торжественных мероприятиях. По окончании молебна состоялось торжественное прохождение парадных расчетов кубанского казачьего войска по главной улице города.